Россия продолжает планомерно вычищать коррупционеров с руководящих должностей. Так, на этой неделе сотрудник Ростехнадзора Сергей Куликов получил 5 лет колонии за вымогательство денег у организации ФКП Национальное испытательное объединение. В случае отказа выплатить деньги Куликов угрожал не подписать акт приема в эксплуатацию нового комплекса по испытанию боеприпасов, вооружений и военной техники, что привело бы к осложнению подготовки России к дальнейшим действиям на СВО. В какой раз мы отмечаем, что у коррупционных чиновников нет совести, для них деньги важнее всего. Также в Калининградской области был задержан руководитель таможенного поста МАП Чернышевская, его завеститель, а также четверо рядовых сотрудников. В ходе следствия выяснилось, что руководитель поста через своих подчиненных, которые выступали посредниками, ежедневно получал откаты за общее покровительство и подпустительство по службе. По данным следствия, общая сумма взятки составила более 10 миллионов рублей. В настоящее время судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты выдворены в следственный изолятор до 4 мая 2024 года. Также на этой неделе мы ожидаем новостей из Москвы, где суд огласит приговор бывшему заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову по делу о хищении 603 миллионов рублей. Напомним, что Тихонов пытался скрыться от правоохранителей, но был задержан. Редакция «Момента истины», в свою очередь, продолжает бороться с коррупцией и обрабатывать обращения граждан России. Если вы столкнулись с беспределом со стороны чиновников или несправедливостью, свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам. Субтитры создавал DimaTorzok